Всем привет! С вами та самая Мисс Евка, и это новое видео. Такого формата видео я ещё не снимала. И сегодня, как вы поняли по названию видео, будет топ-5 мест в Сочи, где можно вкусно покушать в всяких ресторанах, кафешках, которые я рекомендую. Я расскажу о них поподробнее, покажу и передам эту всю атмосферу. А если вам понравится такая рубрика, то я сниму вторую часть, а может быть также и вообще введу её в основную рубрику на моём канале. Поэтому желаю всем приятного просмотра, ну а мы начинаем! Продолжение следует... Вообще, Буэйна специализируется больше по сладким завтракам, по каким-то вафлям, панкейкам, блинчикам. У них это прям самое вкусное. Что не советую я там брать, это салаты, пасты и как горячие блюда, так как они вас разочаруют однозначно. Они какие-то пресные, невкусные, ну прям, не знаю, не очень. Вот то, что там вкусное, это как раз всякие сладкие блюда, там панкейки, да, блинчики. Я прихожу как раз туда, когда мне лень готовить, а в последнее время мне всегда это делать лень. И беру там всякие сладкие завтраки, вот. Ну, солёные завтраки ещё вкусные, вот, допустим, там, как я вам показывала в видео, вафли с яйцом. Но, конечно, самое вкусное, это всё-таки сладкое. Оно там гиперсладкое, то есть прям настолько сладкое, что это как сахарная кома. Ну, если вы такое любите, то вам обязательно там понравится. Но если взять, допустим, там, фруктовую вафлю, то она не будет такой слишком сахарной. То есть там будут фрукты, просто и вафли. А если взять, конечно, сахарную кому, вот такую огромнейшую вафлю, где там тебе всё, и Nutella, и Kinder, всё, что только можно. Конечно, у вас там будет полностью слипнеть жопа. Что касается цен, там совершенно не дёшево. Ну, если там брать какое-то одно блюдо и напиток, вам может выйти там под полторы тысячи, а может быть даже по две. Потому что примерно одно блюдо там стоит где-то от 500 рублей и выше. То есть подешевле, ну, это прям какие-то гипермаленькие, наверное, блюда. Собственно, да, поэтому по ценам там не дёшево, не сильно бюджетно, но как бы кому как, как говорится, да. Субтитры сделал DimaTorzok Сицилию мы очень любим с моей подружкой. Мы очень часто туда ходим, когда едем гулять. И у нас уже традиция выработалась, если мы едем гулять, мы идём в Сицилию. Что делать правильно? Есть наши любимые роллы. У меня там есть мои любимые позиции касаемо роллов. Это Филадельфия и Дракон. И пиццу Цезарь. Вообще, на самом деле, там очень вкусные роллы. Реально, одни из самых вкусных в Сочи. И пиццы тоже. Вот мы пробовали грибную. Самая любимая, это, конечно, Цезарь. С ней ничего не сравнится. Ну и, собственно, я пробовала там ещё в далёком 2021 или 2022 пасты. Ну, собственно, это вкус, но ничего необычного. Вот что прям я там советую брать, это роллы, пиццу. И десерты, кстати, тоже ничего. Так я даже там праздновала день рождения 3 года назад. И прям вообще по кайфу советую. КОНЕЦ Сыроварня наша любовь. Посмотрите, какие у них туалеты даже. Боже мой. На обзор на туалет без просить туалет никуда. Угу. КОНЕЦ 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 Пожалуйста, давайте просто промолчим в знак уважения сыроварни, потому что это настолько прекрасное место, что я не знаю, как описать словами. Да, во-первых, это прям ресторан, такое высшее заведение, высшая классика. И, естественно, цены там тоже ого-го. Но будьте готовы к высшему уровню не только по ценам и обслуживанию, но и еде. Потому что она там просто потрясающая. Вот я вам слово даю, не знаю, там жопу ставлю. Просто потому что, смотря мои видео, вы все знаете, что я обожаю ходить в это место. И вообще я уже готова переезжать жить в сыроварню, серьёзно. Потому что каждый раз, когда мы туда приходим, без разницы, что мы берём, всегда это покоряет наше сердце. Серьёзно, там все блюда, они поодельно как-то потрясающе. У них какой-то свой изысканный вкус. И я не могу сказать, что у меня там самое любимое. Потому что там вкусно абсолютно всё. Музыка. 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 Ну, а завершим мы всё, столовая ем и ем. Да, столовая, но, ребят, она на таком уровне, так сказать, выше, чем просто столовая, и хоть и называется столовая, цены и еда там абсолютно не как в обычной столовой, серьезно. Ну, то есть там может поесть выйти, ну, там по две тысячи. Это не просто какая-нибудь дешманская столовая, плюс и вкус там такой же, я имею в виду по цене. Я очень люблю там роллы, пиццу, у них есть отдельные блюда, салаты, которые я тоже люблю, десерты, там тоже отдельно особого внимания заслуживаю, так сказать. Особенно морковный кексик, уй, я его просто обожаю. У нас в Сочи, кстати, много по Сочи вот именно столовой ем и ем, но самое наше любимое находится в Красной Поляне, потому что там больше всего выбора, и в том числе там есть роллы, а в других ем и ем по Адлеру и Сочи роллов я пока что не примечала. Вот и, собственно, всё. Вот такие вот места получились. Пишите в комментариях, понравилась ли вам такая рубрика, хотите ли вы вторую часть. Не забывайте писать в комментариях, в каких местах вы были, понравилось ли вам там своё мнение, и, в общем-то, может быть, вы посоветуете мне посетить какие-то места в Сочи, в которых я ещё не была, и снять обзор, дегустацию, и просто посмотреть и рассказать вам своё мнение. Всех целую, подписывайтесь на мой Телеграм, на мой ТикТок. Пока-пока!